МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Увлекательный детектив, шпионский боевик и романтическая драма. Истории, взятые из жизни. Собственно, это и есть сама история. История Казахстана, неотделимая от мировой. Смотрите прямо сейчас. Наша версия. Рефлекшнс он хистери. Отныне и впредь. Он смотрел на белоснежные стены и дворцы многотысячного города. Слушал его многоголосый шум. Вот речь кипчакская с итальянской спорит. О цене шелка. Наслаждался свежим ветром Урала с легкой ноткой заморских пряностей. Малый сарай. Сарайчик. Резиденция великих ханов. Середина 14 века. Предвечного бога силою. Великого гения-хранителя покровительством. Мой Дженни Бека указ. Венецианские купцы, приезжающие торговать, обязаны платить нам трехпроцентный торговый налог. А в случае, если купля-продажа не производится, не должны платить ничего. Никто из облеченных нами властью не должен чинить им препятствий в пути следования, при въезде или выезде. Вообще пусть не досаждают им никоим образом. Отныне и впредь. Не совсем отныне и совсем не впредь. Впрочем, все равно это было золотое время золотой Орды. В основную массу воинов золотой Орды составляли кипчаки. Буквально за 50 лет возникло огромное количество городов. В Европу пришла чума. В 14 веке страшная, которая опустошила пол Европы и умерла в тот момент. И говорят именно от того, что Дженни Бек бросал эти трупы в этот кафу. Глава первая. Терра Коммерцал. Старый центр Генуи. От джунглей подъемных кранов до загадочного средневековья – считанные шаги. Лабиринт узких улочек с полоской неба. Свои никогда не заблудятся, а обороняться от нежданных пришельцев, например, пиратов, удобно. Здесь можно за руку поздороваться с соседом из другого дома. При желании, конечно. Впрочем, судя по всему, этого никто не делает. Потому что в основном все окна закрыты. А улицы старой Генуи, вот такие вот узкие, называются Каруджи. И это, надо сказать, еще достаточно широкое по сравнению с теми, которые бывают. В конце 13-го и до середины 14-го века, кроме классического пиратства, стали процветать корсарство и каперство. В Черном море легальным разбоем промышляли генуэзсы с венецианцами. Но все-таки их больше интересовала честная торговля в этом регионе. Заветная терра коммерциал. Первыми в причерноморских владениях степняков обосновались вроде как венецианцы. По другим данным, генуэзские купцы там свободно плавали еще в середине 12-го века. Так или иначе, борьба за близость к шелковому пути велась ожесточенная. Плелись интриги, устраивались крестовые походы и велись полномасштабные военные действия. Ситуация несколько стабилизировалась с приходом на мировую арену новой сверхдержавы. Великолепные дворцы с пальмами и бассейнами, в которых рыбки плавают, появились у генуэзцев благодаря их торговым талантам. Где-то примерно с 10-го века начинается возвышение этого города. И примерно тогда же появляется пословица «Генуэзец значит торговец». И это звучит гордо. Говорят, самыми надежными партнерами генуэзцев были степняки. С 13-го века Генуэ активно сотрудничала в торговом отношении с Золотой Ордой. В этот период погоду на этом огромном участке земли осуществляли три крупных игрока. Это Генуэ, Венеция, будучи морскими державами, и Золотая Орда. Она же Улус Джуччи, Дэшты Кипчак, страна Берке, Северное Царство, Улус Узбека. Кстати, впервые название Золотая Орда встречается в записках арабского путешественника Ибн Батуты, который именовал так парадный шатер, резиденцию хана Узбека. Наивысшего расцвета Золотая Орда достигла при правлении Узбек-хана и его сына Женобек-хана. Шелковый путь под жестким контролем. Пропала надобность возить с собой фураж для лошадей, продовольствие. Купцы перестали брать с собой проводников. В пути можно было получить все необходимое. Была развита инфраструктура в виде караван-сараев, переходов, городов с базарами, которые могли обеспечивать купцов на протяжении их пути. Путь Истаны в Китай вполне безопасен и днем, и ночью. Только если купец по дороге умрет, то все его имущество передают государю страны, в которой он умер. Но если вместе с ним там окажется его брат или близкий друг, который скажет, что он брат умершего, то ему и будет отдано имущество. Глава вторая. Золотой век. Мохамбетский район, Атырауская область. Постепенно стирающаяся с лица земли история. История о былом величии, когда в золотоординские города приходили тысячи караванов, приезжали лучшие архитекторы, богословы и астрономы. Сарай Чик. Столица Орды Сарай Бату и Новый Сарай. Жаик, Сауран, Атрар. Около 130 городов с фонтанами, арыками, отоплением, караван-сараями, ханаками и банями. В парных и у бассейнов заключались крупные сделки, строились заговоры, планировались перевороты и обсуждались обычаи чужеземцев. Как могли разрешить купцам заводить временных жен в кафе? Возмущались золотоординские красавицы. В Золотой Орде женщины в бане посещали. Мы знаем парочку, несколько примеров, когда два отделения женское и мужское. А если отделение одно, то были женские и мужские дни. Устроено все было очень удобно. В центре дворец правителя со всей инфраструктурой, далее общественные бани и прочие культурные заведения. Потом кварталы ремесленников и спальные районы. Типовой дом типовой семьи, скорее всего, мелкого чиновника. Вот это вот прихожая. Вот здесь вот такой был дворик небольшой. Семьи примерно на 6-8 человек. Здесь, скорее всего, была кладовая, а может быть и спальня. А вот здесь вот тоже была еще одна спальня. Здесь кухня. Сохранились вот два тандыра. Здесь лепешки пекли. Согласно археологическим данным, уровень жизни артынцев был весьма высоким. Впрочем, благосостояние Генуи и Венеции тоже росло в геометрической прогрессии, как и соперничество двух республик. Это подтверждают письменные источники, дирлыки и приезжие грамоты ханов. Есть даже указ хана Джанибека о том, чтобы отдавать торговые преференции венецианцам, но запрещающие торговать на территории Орды, тогдашней Орды, генуэзцам. Оригиналы ярлыков не сохранились. Они держались непосредственно на местах. В митрополии отправлялись переводы. Кстати, консулы и генуэзских, и венецианских колоний вели двойную бухгалтерию. В прямом смысле. Точную копию торговых книг для финансовой проверки пересылали на родину. По этим документам можно установить также этнический облик тех, кто участвовал в этих торговых операциях. Практически здесь можно встретить и термин «казак». Может быть, даже уже тогда был известен этноним «казах». Так именовали наемные конные отряды, в основном состоящие из тюрков или армян. В этих же торговых книгах, их называли «массарией», сохранились данные, пожалуй, о самом загадочном факте из истории сотрудничества трех государств. «Между ханом Джанибеком и подчиненными ему вассалами с одной стороны, и купцами венецианскими и генуэзскими с другой, попущением дьявола, врага рода человечества, дело свое неправедно творящего, произошли несогласия, заблуждения и соблазны нескончаемые, даже неслыханные». Глава 3. Оружие массового поражения. «Сиренисима, светлейшая, так называют свой город, венецианцы. Здесь 160 каналов, 188 маленьких островков, 400 мостиков. А вместо кондукторов на вот таких вот речных трамвайчиках работают пришвартовщики. Самое главное – пришвартовать аккуратно, и чтобы никто из посетителей этого трамвая не вывалился за борт». За бортом мировой экономики волей у хана Джанибека. Венеция и Генуэ все-таки оказались. История, как это произошло, слишком запутана. «Между Золотой Ордой и Генуэй был очень серьезный конфликт интересов. Это как раз незадолго до начала хаоса». 1343 год. Тана, нынешний Азов. Все вроде как началось с нелюбви венецианцев платить вовремя налоги и связанного с этим конфликта между аристократом-негациантом и представителем ордынцев. Ссора закончилась смертью последнего. В колонии поднялось восстание, и все итальянцы вынуждены были бежать. Женебек на пять лет запретил европейским купцам въезд на территорию Золотой Орды и отправил войска в крупнейшую колонию метрополии – Кафу. Осада длилась долгое время, по разным источникам, то ли два, то ли три года. Во время осады Кафы, ну чтобы как бы этот... Он применил химическое оружие, как все говорят, это чуть ли не первый случай использования в истории. Генуэзский юрист, точнее, нотариус Габриэль де Мюсси упоминает о событии 1346 года, когда разразилась чума в Кафе. И эти события связываются с Женебеком, который в период, в момент завоевания Кафы использовал трупы больных чумой. «Когда наши корабли вошли в порт, и тысячи мореплавателей вышли на берег, мы вернулись в свои дома, и нас встретили наши родственники и соседи. Но, увы нам, мы стали для них орудием смерти. Когда мы говорили с ними, пока мы обнимали и целовали их, яд был на наших губах. Вернувшись домой, они принесли смерть, и вскоре были заражены целые семьи». Считается, что вместе с зараженными колонистами чума на кораблях торговцев и прибыла в Европу. Так было на самом деле или нет, достоверно неизвестно. На катарулонской карте изображен караван, который идет от Сарайчика в Китай. Считается, что шелковый путь использовался Джанимбеком именно для распространения чумы. Впрочем, ордынцы сами пострадали от черной смерти, занесенной из пустыни Гоби караванами. За два десятилетия бубонная чума убила 60 миллионов жителей континента. Заражение было не избежать. Уж слишком тесными были связи Европы в лице итальянских купцов и Востока, где шелковый путь контролировали ставленники Золотой Орды. Но чума разрешению трехстороннего конфликта не способствовала. Генуэзцы не могут заставить хана Джанимбека, ну, скажем, потому что они на море же. А хан Джанимбек не может заставить генуэзцев, потому что у него на суше он доминирует. Война с ханом сплотила извечных соперников. Союз венецианцев и генуэзцев направил послов к Джанимбеку. Делались и отдельные попытки каждой республики заключить мирное соглашение. Предлагал завершить конфликт полюбовно и сам правитель Золотой Орды. Добрые отношения были восстановлены в 1347 году. Хан вновь позволяет итальянцам вести торговлю в Золотой Орде. Эпилог сумерки империи. Золотое время Золотой Орды, принесшее миру новые технологии, знания, великие потрясения, изменения, изменившие сам мир. Искусство и таинство европейской дипломатии во многом базируются на технологиях, развитых венецианцами. Бактериологическое оружие, дипломатические интриги и торговые санкции. Джанимбек в своей внешнеэкономической деятельности использовал такой метод, как эмбарго. Развитие банковской и таможенной сфер, транспортной инфраструктуры. То, что таможенный тариф был един, единая валюта была, кстати, она называлась тенге, парадоксально, но единая валюта всех монгольских государств называлась тенге. И в империи Юань в Китае называлась тенге, и на Тибете в тенге называлась, и как бы в Луусе Джучена тоже называлась тенге. Отсюда, кстати, русское слово деньги. Деньга произошло, потому что это отразило вот тот форму доминирования, которое было на том периоде. Преломляются лучи света на белоснежных стенах усыпальницы золотоординских и казахских ханов. Белый пантеон, где нашел свой покой один из правителей огромной империи. Империя, которая уже через два года после его смерти погрузилась в смуту, известную в русских летописях как Великая Замятня. И продолжалось это, пока не пришло время нового великого правителя. Да будет процветать мой народ отныне и впредь.